Привет, помаши? Застеснялся. Мама трёхлетнего Арсения одна из многих, кто до сих пор не мог получить место в обычном муниципальном саду. Говорит, что даже и не надеялись. Очередь всё отдалялась. Буквально месяц назад появилась возможность пойти в частный, но по муниципальному контракту. Мы пошли по программе. По сумме, по-моему, сейчас, я не ошибаюсь, 1440 по муниципальной. Доплачиваем 6,250. За что доплачиваем? Доплачиваем за психолога, логопеда, музыкальные занятия. Психолог и логопед уже работают. Да, вот вчера уже построили, конструирование у них было, и построил он полку. Новый детский сад, что открылся в советском районе, по муниципальной программе, впечатляет не только своей площадью, а на больше 500 квадратных метров на три детские группы, но и деталями. Полноценный кухонный блок, много ярких игрушек. Здесь тебе и уголок парикмахера, и стол повара. На этой ручке... Парикмахер. А вот еще одна особенность. Шкафчики для экономии места и удобства пользования. Кабинки с личными вещами модифицировали в лоточке. Верхняя одежда висит отдельно. Садик заработал всего несколько недель назад. Просторные группы уже посещают порядка 30 ребятишек. Кстати, учреждение сегодня оценил и руководитель главного управления образования Алексей Лобков. Мы видели сейчас достаточно серьезный пример частного муниципального партнерства. Потому что, ну, во-первых, это тот сад, который выиграл контракт. Выиграл контракт на 30 мест. И сейчас уже 18 детей посещают, если я правильно понимаю, по контракту. И до 30 мы доведем в самое ближайшее время. Город Красноярск планирует получить 2700 мест у частных садов. На данный момент отторгованно и эксплуатируется порядка 2000. В садик сейчас ходят не только дети по муниципальному контракту, но и малыши на общих условиях. Для них стоимость посещения 16 тысяч рублей в месяц. Что касается территорий для прогулок, то пока этот вопрос на стадии решения. Земля, расположенная у здания, принадлежит муниципалитету. Огородить ее забором или поставить песочницей нельзя. Предприниматели говорят, что сейчас занимаются документами на оформление договора аренды. А затем перейдут к ремонту. Родители не жалуются. Жестких требований по поводу того, как должна выглядеть детская площадка, их на сегодняшний день нет. То есть любой даже муниципальный сад может осуществлять прогулку детей в парковой зоне, где есть в том числе и другие дети. Наша задача обеспечивать безопасность этих детей. Это значит, что в сопровождении детей должны находиться педагоги, няни, медицинский работник. То есть мы должны в любой момент уметь оказать помощь, иметь достаточное количество рук, глаз, чтобы своих ребятишек сберечь. Кстати, для владельцев учреждения это уже второй сад в городе. Первый на 60 мест работает в железнодорожном районе. До конца года предприниматели планируют открыть еще одну группу. Ремонт уже сделан, мебель завезена. Осталось только все расставить. Но и на этом учредители останавливаться не собираются, ведь у здания есть второй этаж. Его тоже планируют адаптировать под новые группы. Яна Басас, Алексей Егоров, Афонтова Новости. Продолжение следует...